Шалом! Вы смотрите новости на первом еврейском. Главное за 7 минут. Меня зовут Данил Михайлов. И сейчас коротко о главном. Инвалиды превращаются в пантер. Акция протеста парализовала движение поездов между Хайфа и Тель-Авивом. О хейтерах и их жертвах. Дискуссия о ненависти прошла в Еврейском музее и Центре толерантности. В пяти часах от Парижа в Третьяковской галерее покажут лучшие фильмы Израиля. Израиль ни при каких условиях не согласится на военное присутствие Ирана на территории Сирии, поскольку это позволит Ирану продолжать создание военных баз, превращая эту страну в свой форпост. Такую позицию озвучил на встрече с российской делегацией премьер-министр Бенемин Атаньяху. Некоторые израильские СМИ сообщили о том, что стороны достигли договоренности об отводе находящихся в Сирии иранских сил и вооруженных формирований на 100 километров от границы. Однако официальных заявлений по итогам встречи не последовало. Израиль по-прежнему настаивает на полном уходе Ирана из Сирии. 15 активистов радикального движения «Инвалиды превращаются в пантер» сегодня заблокировали железнодорожные пути в районе Машава-Решпон, нарушив сообщения между Тель-Авивом и Хайфой. Восстановить движение удалось лишь спустя полтора часа. Участники протеста требуют повышения пособий до уровня минимальной зарплаты с 3270 шекелей в месяц до 5300 шекелей. И заявили, что будут продолжать борьбу, пока не добьются поддержки правительства. «Инвалиды» уже перекрывали некоторые шоссе в Израиле и даже въезд в аэропорт Бен-Гурион. Акция на железной дороге проводилась впервые. Молодежная сборная Израиля впервые в истории стала чемпионом Европы по баскетболу, обыграв в финале хорватов со счетом 80-66. Бронзовые медали завоевала сборная Германии. Чемпионат прошел в немецком городе Хемниц. В нем приняли участие 16 команд. Глава правительства Израиля Бенемин Атаньяху поздравил спортсменов с победой в своем фейсбуке и выразил благодарность тренеру Ариэлю Бейтхалахми. В следующем году молодежный чемпионат Европы по баскетболу пройдет в Израиле. В Еврейском музее и Центре толерантности состоялась дискуссия о ненависти. Как урегулировать ее в интернете, как общаться с людьми и как помогать жертвам травли. Ответ на эти и многие другие вопросы в нашем следующем сюжете. Высшие животные не испытывают ненависти. Это прерогатива человека. И это кажется удивительным. Зачем? Для чего? Что это такое? Какой смысл в этом переживании? В 21 веке ненависть из мира реального шагнула в мир виртуальный. По законам жанра это слово облачилось в английский вариант хейт и прочно закрепилось на просторах интернета. Чем человек известнее, тем больше у него хейтеров. После матча России-Хорватии на чемпионате мира по футболу хейтеры обрушились с гневом на нападающего Федора Смолова, который не реализовал пенальти. Он что весь в наколках? Футбол российский позорит. Выгнать с позором. Пенальти в небо вечно. Дурилка картонная. Специалисты советуют посмотреть на предмет своей ненависти под другим углом. Если нужно, даже поразмышлять на эту тему. И возможно, тогда мнение кардинально поменяется. Ведь от любви до ненависти – один шаг. Представим себе стаканчик небольшой. В него насыпать соли доверху. И дальше чуть-чуть воды. И попытаться размешать – это будет отрава. Ну вот невозможно это выпить. Но если взять большой чан и туда выплеснуть вот этот стаканчик солью и размешать, мы даже не почувствуем. То есть задача, вот что сейчас происходит, все лижут этот стаканчик солью. И все пытаются не выкарабкиваться из этого стаканчика. Задача увидеть большой чан. И там размешать. Увидеть еще что-то. Кстати, здесь очень неплохо было бы, если там парень действительно чувствует себя как-то неуютно. Или там как-то вот он сам себя ощущает там жертвой или там что-то. Возможно, ему тоже есть смысл об этом сказать. Всем привет! Самое главное, что я буду сказать, наверное, то, что у вас вчера и сегодня есть в мой адрес. Я бы на вашем месте испытывал то же самое. Спасибо большое, что вы нас поддерживали. Такое заявление и поддержка известных людей в социальных сетях градус напряжения снизила. Но не до конца. Антифанаты настигли Смолова уже в реальной жизни. В ночном клубе на Лазурном берегу возникла потасовка. До драки дело не дошло. Специалисты советуют нападающему Краснодара выйти еще на один разговор с болельщиками. Чтобы уже раз и навсегда поставить точку в этом не очень удачном для него чемпионате мира. Израильскому кинематографу 70 лет. Лучшие комедии показывают в эти дни в летнем кинотеатре Третьяковской галереи на Крымском валу. Фильмом «Открытие» стала мелодрама «В пяти часах от Парижа». Как она оказалась в списке комедий, узнала наш корреспондент Татьяна Ларцова. Фильму «В пяти часах от Парижа» 10 лет. Его признавали лучшим на кинофестивалях в Израиле и в Европе. По случаю юбилея израильского кинематографа его привезли на Международный Одесский кинофестиваль. Там ленту представлял режиссер Леонид Прудовский. А в Москве на встречу с киноманами пришел композитор Гарри Канаев. Музыка авторская не планировалась в фильме, потому что были использованы, подготовлены песни с репертуара Адамо, Жодосена и так далее. Нужна была одна незатейливая такая беззаботная французская мелодия все-таки. И тогда Леня позвонил мне. Я посмотрел фильм, сел за инструмент, как-то не очень у меня складывалась работа. Я себя просто заставил сесть за инструмент, как никогда. Заставил сесть за инструмент и через два часа родилась одна мелодия. То есть, видите, не всегда музыка рождается по вдохновению, а иногда вот так даже, можно сказать, по принуждению. Это история любви и преодолений. Он разведен, она замужем. Он боится летать на самолетах, она боялась делать шаг к своей мечте, стать пианисткой. Они из разных миров. Таксист и учительница музыки. Их познакомил случай. Его 12-летний сын – ее ученик. Очень душевная, трогательная работа, где затронуты какие-то душевные ниточки, какие-то переживания людей. Все просто. Я смотрю так, как будто это мои знакомые, которые рассказывают мне историю своей любви, своих страхов. Я просто наслаждаюсь летом, фильмом, музыкой и атмосферой. Все прекрасно. Фильм сильно повлиял на жизнь режиссера. Девять лет назад на премьере в Париже он встретил свою любовь и с тех пор счастлив в браке. Возможно, после просмотра этого фильма в летнем кинотеатре Третьяковки на Крымском Вало создастся еще как минимум одна пара. Как шутят авторы фильма, он на самом деле соединяет сердца. На сегодня это все новости. С вами был Данил Михайлов. Всего доброго. До свидания.